Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы рассматриваем послание к римлянам, вторая глава. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Итак, вспомню с вами, что в заключении первой главы апостол Павел приводит длинный перечень различных грехов современного ему изучества. И, естественно, это перечисление, оно может вызывать только одну реакцию у иудейского читателя, его послание от тех, кто, как им кажется, выше всего этого и не разделяет этот почти всеобщий разгул. Это осуждение. Но апостол Павел говорит о том, что человек судить не вправе. Почему? Может быть, какое-то еще отношение к чему бы то ни было подобного. А разве можно смотреть на все это как-то иначе? Можно. Можно потому, что Бог, оказывается, воспринимает это по-другому. И, прежде всего, апостол Павел напоминает, как мы слышали, что на самом-то деле грехи других людей – это зеркало каждого человека. Потому что он говорит о том, что делаешь то же, что и другие. Действительно, человек не может не увидеть других каких-то недостатков, пороков падений, если он как бы их сам, если не реально, то, по крайней мере, не потенциально несет себе. Поэтому еще раз скажу, что грехи других людей, за которыми мы осуждаем, они всегда есть и у нас. Хотим мы этого, не хотим, соглашаемся мы с этим или нет. И апостол говорит о том, что человек, который осуждает, он не избежит суда Божия. Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божьей, разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. То есть, другими словами, Бог долготерпит, он не совершает еще свой суд. И человек должен, вместо того, чтобы смотреть на окружающих, осуждать их, понимать, что и он предстанет перед Богом с теми же самыми грехами. Но по упорству этому нераскаянному сердцу сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Итак, если человек не придает значения своим грехам, если он считает себя заведомо лучше, чем окружающий, А ведь действительно, всем нам свойственно в первую очередь видеть в окружающих нас людей их недостатки. Их мы отмечаем в первую очередь, их фиксируем в своем сознании. Почему? Да потому что недостатки других людей – это наше достоинство. И осуждая других, мы превозносим себя. И поэтому осуждение, оно так часто в чешских отношениях, оно превалирует в разговорах, в мыслях, в том, что мы читаем и слышим. Единственная возможность выхода из этой ситуации – это понимание того, что суд является прерогативой только одного Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые с постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скоро потеснота всякой души человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом иерина, но, напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудея, потом иерину, ибо нет лицеприятия у Бога. Для нас, действительно, это перечисление может показаться таким, что апостол Павел иудеев ставит на первое место. Да, это несомненно, и это понятно, потому что, прежде всего, как бы с них начал Бог, с ними связал свое домостроительство на протяжении веков. Мы сейчас увидим с вами на протяжении главы, что апостол Павел пересмотрит это, но уже сам факт того, что иудеи и эллины стоят на одной линии, рядом, и одинаково будут судимы без какого-либо лицеприятия, является чем-то революционным и ошеломляющим. Потому что, конечно, в сознании любого иудея обрезание, его принадлежность к народу, связь с Авраамом ставит его в особое отношение с Богом, он никогда не может быть наравне с кем бы то ни было еще, с любым язычником, кем бы ни был, каким бы он ни был, потому что он связан с Богом. И вот апостол Павел, он как бы нивелирует уже эти преимущества, оставя еврея и язычника на одну планку, говоря об их единой, одинаковой ответственности перед Богом. Продолжая, те, которые не имеют закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда по благоествованию мою Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Итак, здесь прежде всего мы должны с вами понять, что же апостол Павел понимает под законом, какое содержание стоит за этим термином, за этим словом. И, казалось бы, все понятно, да, вот мы знаем, что есть Святый Завет, есть прежде всего десятисловие деколог, есть другие многочисленные заповеди, которые приводятся в Исходе, в книге Левит, во Второзаконии, но на самом-то деле для апостола Павла, конечно, Писание и закон – это не одно и то же, он не приравнивает их друг к другу, и мы с вами еще увидим это дальше, когда будем прежде всего анализировать 9-ю, 11-ю главы. Закон для апостола Павла – это своего рода уголовный кодекс, это правило, которое регулирует жизнь, поэтому в 5-й главе он скажет, и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. То есть, если какое-либо преступление не прописано, если оно не декларировано, то тем самым оно преступление, по крайней мере, с точки зрения закона, не является. И поэтому изникают новые законы, да, поэтому эти новые законы объявляют вне закона то или иное, что раньше таковым не было. И в 7-й главе, 7-й стих, есть такие слова. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелаю». То есть, другими словами, ну что плохого, если по отношению к кому бы то ни было испытываю зависть, да, и хочу того же, что и есть у других людей. И в этом, конечно, нет ничего предосудительного, ничего плохого. Но закон говорил «не пожелай», да, ничего, что у ближнего твоего. Следовательно, это грех. Тем самым закон, да, он регламентирует жизнь, он открывает человеку глаза, является указателем на то, что хорошо, а что плохо, что правильно, что нет. И действительно, апостол говорит о том, что без закона я бы и не понимал бы. То есть, была бы такая нравственная дезориентированность. Итак, возвращаемся обратно к 2-й главе. И он сам по себе, закон тем самым, он не спасает. Потому что человек может, имея закон, да, нарушать, зная о законе, нарушать его, и не зная о законе, может его нарушать. И знал ли он, или не знал, в конечном щеге не имеет решающего значения. Он одинаково предстанет перед судом. И вот как раз апостол говорит о том, что человек, он будет судим даже за тайные дела через Иисуса Христа. То есть, не только за внешние поступки, но и за то, что не очевидно для других людей. И важно, что здесь апостол Павел вносит такое понятие важное, как совесть. Потому что действительно, может быть вопрос, если иудеи не имели закона, то почему же Бог их судит? Имеет ли он право это делать за какие-то преступления, за отступления, если они ничего об этом не знали? Если они находились в этом отношении невидения, потому что откровений у них не было. Вот апостол Павел и в конце первой главе говорит, что делающие эти дела, они знают праведный суд Божий. И раскрывает здесь во второй главе эту мысль, когда говорит о том, что дела закона у них написаны в сердцах. 15 стих, и об этом свидетельствует совесть и мысли, кто обвиняющий, то оправдывающий одну другую. То есть, сам человек, он своего рода является таким ходячим судом. Он сам себя судит, он либо оправдывает свои поступки, либо, наоборот, за них себя осуждает. И, как мы уже сказали, для апостола Павла, конечно, важно это соотношение. Да, действительно, ситуация язычников, она очень плачевная. Она, собственно говоря, не имеет никакой гарантии на спасение, никакой надежды на нее. Ну, а, может быть, в случае иудейства все хорошо, может быть, здесь нет повода для беспокойства. Ведь закон у них был. И вот, что пишет апостол Павел. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющих в законе образец ведения и истины. Как же, уча другого, не учишь самого себя? То есть, другими словами, наличие закона, да, оно только не освобождает ответственность, но и несет в себе гарантии того, что закон не будет нарушаться. Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуя, прелюбодействуешь, внушаясь идлов, святатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников». Другими словами, апостол Павел не видит во многих своих современников олицетворение той жизни, которая предписана законом. Более того, многочисленные отступления, они не только являются их внутренним делом, они не дают возможности язычникам прийти к Богу. Поверовать в его святости, потому что люди живут не обращая внимания на Бога. Для них, по сути своей, не существуют их заповеди. Да, они их знают, да, они им известны, но в то же время они никак не связаны с их жизнью. Жизнь сама по себе, а закон заповеди сами по себе. И что же быть? Как же смотреть на эту ситуацию? Апостол Павел как раз здесь и подчеркивает, что для Бога значимо лишь только исполнение его ожиданий, тех норм, тех путей жизни, которые он предлагает. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Ибо если необрезание соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание. Необрезание по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании обрезания. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по бокве. Им и похвала не от людей, но от Бога. Итак, здесь апостол Павел кардинальным образом меняет представление об отношениях человека с Богом и о том, что с ним связывают. Дело в том, что вы понимаете, как иудей смотрел на язычника. Да, он может быть хорошим человеком, он может делать какие-то правильные поступки, но как бы он ни жил, какими бы его существование не обладало совершенствами и даже привлекательностью, это не делает его лучше перед Богом. Почему? Да потому что он не вступал в Богом ни в какой договор. То есть есть иудейское сообщество, есть народ, который с Богом связан с заветом, с союзом, договором. Никакой язычник в этот договор не входит. Да, как бы вас здесь не стояло. Поэтому то, что он хороший, или, как говорит апостол Павел, он соблюдает закон, как бы с точки зрения иудея, как бы все равно ничего ему не гарантирует и не дает, потому что в предовы до доступа к Богу у него нет. Но апостол Павел расширяет Бога, он не сужает его до рамок одного народа. Он, уже начиная вот с первой главы, как бы охватывает весь мир, все человечество. Он хочет сказать, что Богу человек не безразличен, где бы он ни жил, в каком народе находился, с какой бы, может быть, даже религией он не был по рождении связан. И для Бога важна его жизнь. И поэтому человек, даже если он был иудеем, даже если он знал о законе, но жил без закона, может быть, ситуация, когда необрезанный по природе и исполняющий закон осудит тебя, преступника закона при писании и обрезании. Конечно, это какая-то революционная мысль, и вряд ли кто-то бы из соплеменников апостола Павла с ней бы согласился. Потому что она, по сути своей, аннулирует прежнее домострительство. Она аннулирует все то, что было до этого, что связывало иудейский народ с Богом. Это понимание духовного иудейства, это понимание, что для Бога на первый план выходят не истории, не договоры и не правила, а жизнь. И, конечно, это ситуация такого рода подход, который не мог не ошеломить, не мог не озадачить. Он нуждается в разрешении, в объяснении, почему апостол Павел так думает. Он должен защищать себя, и он делает дальше в следующей части послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok